Переходный период, то есть привыкнуть к тому, что в Донецке может появиться там памятник Бандере, или то, что украинский язык они в школах учить там не будут, русский язык учить в школах не будут. Что именно вы вот имеете ввиду здесь, что вкладываете? Нет, только сегодня у них вообще другая жизнь, у них другая жизнь. Посмотрите, Юрий Анатольевич, я что спрашиваю? Что вы от меня сегодня хотите добиться? Сколько времени на адаптацию? У ПЗЖ смирилась с политикой, ну и Порошенко, да, и теперь Зеленского, гуманитарная. Да, то есть у ПЗЖ... Стоп, 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 не согласен. Я сейчас уточню, что я имею ввиду. Например, вот когда в прошлом году, в позапрошлом даже, да, в школах перестали изучать русский язык, русский язык, ну, митингов в защиту, да, не было. Я видел законопроект Бужанского, который требовал вернуть все на вкруги своя, да, то есть там еще позиции, еще позиции. Я понимаю, публично вы не поддерживаете, но по сути ничего сделать с этим нельзя. И вот когда вы говорите о переходном периоде, это значит принять то, что здесь сегодня в Украине? Иначе я не согласен с вами. Во-первых, мы сейчас находимся в судах, в Конституционном суде по поводу отмены этого закона. И мы еще подождем, допустим, там, три месяца подождем, там, полгода, когда суд примет решение. Если он не примет решение, которое защитит Конституционные права людей, то будем думать о других методах, которые тоже в нашем арсенале есть и которые будут задействованы. Продолжение следует...